В общем, начну сверху вниз. Пищевод, исследование САНА. Это было исследование, которое включало в себя дорандомизацию тех пациентов, которые получали при местно распространенном раке пищеводы режим КРОС. И те, у которых был клинический полный эффект, подтвержденный биопсией, нейронизировались 274 пациента на хирургию и на группу динамического наблюдения. Были даны характеристики пациентов. Несмотря на то, что мы прекрасно знаем режим КРОС, лучше всего работает, большую частоту патоморфозов дает при плоскогляточном раке, тут оказалось, что 74-76% аденокарцином. Результаты исследования предусматривали дизайн non-inferiority. И эта конечная точка была достигнута на двух годах наблюдения. Общая выживаемость и беспрогрессивная выживаемость были сопоставимы группе активного наблюдения и хирургии. Мы имеем данные из этого исследования по частоте отдаленных метастазов и можем обратить внимание на то, что в группе пациентов на активном наблюдении 43% имели отдаленные метастазы в течение 30 месяцев. В группе, которые были прооперированы, 34% пациентов имели отдаленные метастазы за период 30-месячного наблюдения. И, может быть, это является причиной того, что кривые Каплана-Майера после двух лет наблюдения пересекались. Группа хирургического лечения после двух лет наблюдения несколько лучшую общую выживаемость показывала, чем группа динамического наблюдения за пациентами. Среди пациентов, у которых был клинически полный эффект и которые попали в группу динамического наблюдения, 33-17% у них развились отдаленные метастазы, 48% случаев они давали локорегионарный продолженный рост. И 35% не имели никаких признаков продолженного роста или отдаленного метастазирования. В итоге до половины пациентов были, как делают вывод авторы, избавлены от ненужной хирургии по поводу ракопищевода, считая, что те пациенты, у которых развились отдаленные метастазы, они бы и так у них развились, была операция Льюис или не была операция Льюис. Результаты хирургии, поскольку, собственно, группа Гондроль не предусматривала отказ от хирургии полный, она предусматривала отсрочку хирургии на случай локорегионарного прогресса и выполнением сальважной эзофаготомии. В общем, эти две группы продемонстрировали одинаковый результат хирургического лечения по частоте Р0 и по осложнению после операции. Какой-либо разницы при выполнении хирургического лечения сразу после химии молчевой или в сальважном варианте не было. Качество жизни на сроках наблюдения 6 месяцев, 9 месяцев было лучше в группе наблюдения по сравнению со стандартной тактикой хирургического лечения. И, наверное, это логично, поскольку операции Льюис качество жизни пациентов не повышает. Тут важно, что это первое исследование за много лет, посвященное вопросу отказа от операции. Но такие исследования были. Одно было выполнено в Германии, другое во Франции. И тогда использовались немножечко такие устаревшие методы лечения. Но, тем не менее, они показали в исследовании Стахеля 2005 года, что, в общем-то, на отрезке двух лет наблюдения отказ от операции после химии молчевой терапии не несет никаких рисков. Но риски появляются, если смотреть по ходу кривых Каплана Майера, уже после двух лет наблюдения. Группа хирургии как будто бы живет дольше, если пережили двухлетний рубеж. Но во французском исследовании разницы между группой хирургии и группой химии молчевой терапии не было никакой. Особенностью тех исследований было то, что там был отказ от операции вне зависимости от степени эффекта на химию молчевую терапию. Дискутантом был представлен, дискутант, это был известный хирург из Скандинавии. И этот хирург опубликовал в этом же году очень интересное исследование. Неорез, это был исследование второй фазы, которое поставило своей целью отсрочку посмотреть, может быть, позже выполнять операцию. Не через 4-6 недель стандартно после окончания химию молчевой терапии, а позже, через 10-12 недель Алексей Александрович Трякин в одном известном телеграм-канале анонсировал результаты этого исследования. И авторы этого исследования показали, что остойка операции может быть вредна. Но особенно она вредна и ухудшает выживаемость у пациентов, которых потом после операции получил СРЖ-4. То есть те, которые не имели никакого эффекта на индукционном лечении химию молчевой терапии, их надо быстро оперировать. И, в общем-то, данные эти не то чтобы противоречат исследованию САНО, просто они указывают на то, что мы должны быть крайне внимательными в отношении выбора нашей тактики у пациентов с полным клиническим эффектом, в отношении на химию молчевой терапии, с тем, чтобы потом принимать решение и обсуждать с пациентом отказ от операции. Риски определенные есть. Риски того, что это окажется не ТИРЖ-0, не полный лечебный патоморфоз в реальности, они крайне высоки. Чем меньше патоморфоз, тем большую пользу эти пациенты имеют в результате выполнения хирургического вмешательства. Прошла серия исследований по неодевантной, точнее переоперационной химио-монтерапии при резиктабельном раке желудка. Исследование Матерн-Хорн с Дурволомабом переоперационный в одеванте в течение одного года продемонстрировал значимое увеличение частоты полных лечебных патоморфозов в результате добавления к переоперационной химиотерапии ФЛОТ еще и Дурволомаба. Данных по общей выживаемости пока нет, но частота Р0 резекции не различалась. Исследование Кенот-585 предусмотрело добавление Пембролизумаба. Там было две когорты, когорта с цисплатиновой химиотерапией, когорта ФЛОТ, кто и другой добавлялся в Пембролизумаб. И какой бы ни добавлялся, было отмечено тоже существенный кратный рост частоты PCR-ов у пациентов. И это вылилось в увеличение Event-Free Survival, пока на данных сроках наблюдения без какой-либо тенденции к увеличению общей выживаемости у этой группы пациентов. Но исследование Кенот-интересно своими поданализами бросается в глаза. Больше эффективности иммунотерапии с ПДЛ-положительных карцином. И самое важное – это MSI-статус у пациентов с MSI-хай. Просто на 37% больше была частота полных лечебных патоморфозов. И у пациентов с MSI-хай был более выраженный выигрыш в отношении Event-Free Survival. Хотя пациентов было немного, и, в общем, доверительный интервал пересекал единицу. И по общей выживаемости, в принципе, такие тенденции мы видим в отношении рисков для общей выживаемости при MSI-хай 0.38. И это вызывает вопрос, почему мы это до сих пор не делаем, раз мы получаем такие великолепные результаты при MSI-хай опухолях. И, вероятнее всего, в каком-то виде мы это будем делать. Но тут нужно быть крайне внимательным. Почему я считаю результаты этих исследований спорными? Потому что это исследования по неодевантной и одевантной химио-иммунотерапии. А мы знаем из-под анализов исследований с переоперационной или одевантной терапией, что химиотерапия при MSI-хай не очень-то хорошо работает и, может быть, даже ухудшает результаты лечения этого пациента. И у нас есть другое исследование неонепига, где не использовалась неодевантная химиотерапия, где использовалась только эпенива. И двух курсов эпенива хватало для того, чтобы получить полную патоморфоз у 58% пациентов. И получить очень хорошие, на ранних сроках наблюдения данные по бессобытийной и по общей выживаемости. И, в общем, отдельный вопрос касается того, не только того, нужна ли нам химиотерапия в неодеванте при MSI-хай. Отдельный вопрос касается еще того, кому нужна иммунотерапия при MSI-хай в неодеванте. Потому что эти пациенты имеют хороший прогноз, первое. Второе – это пациенты чаще диагностируются на первой и второй стадии. Для MSI-хай известны данные, что эти опухоли реже метастазируют региональные лимфоузлы и реже прорастают в сферозную оболочку, хотя это не стопроцентное правило. Но, тем не менее, большая вероятность того, что MSI-хай, рак желудка, будет представлен на первой и второй стадии, чем на третьей стадии. И вот из исследований, единственное исследование, которое я, честно говоря, нашел по этому вопросу, при второй стадии в корейском исследовании без всякой иммунотерапии была выявлена при пятилетнем сроке наблюдения всего одна опухоспецифическая смерть. То есть, пациенты там есть погибали, но погибали не от рака желудка, а от других причин. И всего одна смерть от рака желудка в группе MSI-хай говорит о том, что нам нужно четко понимать, какова задача неодевантной иммунотерапии у этой группы пациентов. Пока мы не готовы до завершения проводимых исследований отказываться от операции, даже если мы получим клинически полный эффект подтвержденной биопсии. А для того, чтобы нам дождаться увеличения общей выживаемости, нам нужно очень много времени для этой группы пациентов. И есть приличная вероятность того, что мы этого не дождемся никогда. Во всяком случае, для пациентов с первой и второй стадией. Исследование Петрарко тестировало другую стратегию. Пертузумаб, тросттузумаб, херопозитивный брак и желудок в переоперационном режиме. Это увеличивало PCR, но нет данных, что это увеличивало отдаленные результаты лечения. В этом году было представлено еще одно исследование. Исследование Innovation, которое продемонстрировало, что, в общем, тоже от пертузумаба ничего хорошего мы не ждем в неодеванте. Но добавление тросттузумаба к химиотерапии, какой бы она ни была, существенно было увеличивать частоту полных лечебных патоморфозов. И в итоге те данные, которые мы получили, с моей точки зрения, весьма корректно транслированы в клинических рекомендациях русско. То есть режим тросттузумаб может быть включен, если это хердванео. Позитивный рак. Мнимум терапия может быть включена при MSI. И мы знаем, в клинических рекомендациях написано, что есть данные, что это существенным образом увеличивает частоту патоморфозов. Но пока нет данных, что это увеличивает отдаленные результаты лечения. И при выборе переоперационного лечения мы должны брать во внимание обе части этого предложения из клинических рекомендаций. Исследование BRAVE-050 в предыдущем сателлите мы подробно его обсуждали. Но коротко я скажу, что по первичной точке назначения, по первичной и конечной точке, назначение отеза БЕФ в одеванте при гептоцессулярном раке дало действительно эффект. Исследование считается позитивным на основании этого. Но с моей точки зрения является позором то, что в статье график общей выживаемости засунули в саплемент. Это, в общем-то, какой-то насмешка, мне кажется, над онкологическим сообществом. Врач, по сути, должен залезть в саплемент или аппендикс для того, чтобы отыскать график общей выживаемости, который, как вы видите, абсолютно негативный. Больше смертей в группе, где назначался отеза БЕФ в одеванте. И мы обсуждали этот вопрос на экспертном совете, и мнения разделились. Мое мнение однозначное. Но мое мнение однозначно основано на том, что нет выигрышей общей выживаемости. Больше смертей было в группе экспериментальное. Лечение токсичное отеза БЕФ в один год давало приличное количество токсичности. Но есть эксперты, которые, в общем-то, являются людьми, несомненно, опытными в лечении гептоцессулярного рака, у которых есть альтернативная точка зрения. И эта альтернативная точка зрения должна быть принята во внимании, потому что действительно выбрана группа пациентов с действительно высоким риском. И было высказано мнение, что чем больше период от хирургического вмешательства для рецидива, тем это лучше. Это важная конечная точка для врачей, которые принимали участие в экспертном совете, и, возможно, для пациентов. Ну и плюс в этом исследовании был кроссовер, и незрелась данность по общей выживаемости, которая мешает правильной интерпретации кривых общей выживаемости. Переходя на рак поджелудочной железы, должен сказать, что были опубликованы интересные результаты исследований по неодевантной химиотерапии при исходно-резиктабельном процессе. Первый скандинавский исследователь Норпакт. Интересно, они сначала рандомизировали, а потом проводили всякие диагностические мероприятия, такие как биопсия опухоли, разгрузка желтухи, и потом только начинали им неодевантную химиотерапию. То есть, по сути, ряд диагностических процедур был выполнен после рандомизации. А в группе хирургического лечения этих пациентов после рандомизации сразу оперировали без всякой верификации, без разрукции желтуха, а потом в одеванте предусматривался фолферинокс у них. В экспериментальной группе 4 курса неодевантного фолферинокс, потом операция, потом одевантный фолферинокс. Такой дизайн. Действительно, это, наверное, правильно, потому что если в группе хирургического лечения им не нужно разгружать желтуху и делать биопсию опухоли, то, в общем-то, в неодевантной группе это является... Без этого не начнешь неодевант. И 17% пациентов действительно отвалились из-за того, что у них возникли проблемы на этом этапе исследования. Но, в общем, несмотря на то, что это преимущество дизайна этого исследования, других преимуществ дизайна в этом исследовании не было. Почему только 4 курса неодевантного фолферинокса? Ну, пусть будет 4 курса, но почему только 52% завершили эти 4 курса? То есть, не очень понятно, с чем связано то, почему у них половина пациентов не получили даже 4 курса неодевантного фолферинокса. Не очень понятно, почему, если они в протоколе исследования говорят, что всем в одеванте фолферинокс модифицированный, весьма смелая, мне кажется, методология дизайна, они при этом не выполняли это требование протокола, и 73% пациентов пролечили в одеванте в группе экспериментальной гемцитабинно-содержащей химотерапии с результатами этого одеванта совершенно другими. Как вы знаете, гемцитабинно-содержащей химотерапии и фолферинокса в одеванте дают совершенно разные результаты. Ну, вот так вот они сделали, и мне не очень понятно, почему. В итоге выживаемость, там не было статистически значимых различий, но кривая для исходно-хирургического лечения в исследовании Теншн-Тут-Рит и ПЕР-протокол шла выше, чем группа экспериментального лечения. И в рамках обсуждения я должен сказать, что там на конгрессе АСКО, где это исследование было презентовано, вопросы задавались на повышенных тонах, потому что, в общем, методология исследования вызывала у многих большие вопросы. Но выводы такие, что если планировать неодевант, то в клинике должны быть опытные эндоскописты для быстрой желчной декомпрессии и опытные химиотерапии, чтобы пациенты не отказывались от лечения после завершения, и хотя бы 4 курса неодеванта они проводили. Ну, и гетерогенность результатов, НОРПАКТ-1, совершенно другие результаты были получены в предыдущих всех исследованиях, ПРЕОПАНК-1, ПАКТ-15, НЕОНАКС, в японском исследовании, где была польза от неодевантной терапии у этих пациентов. Вот эта гетерогенность указывает на то, что нам нужно быть внимательным в том случае, если мы при исходном резектабельном раке назначаем неодевант, лучше это сделать так, как делают наши коллеги в онкологическом научном центре имени Блохина. Провели через ученый совет протокол, однокогортное исследование, получат результаты и их представят. И уже предмежуточные результаты есть. Исследование ПРЕОПАНК-2, это было исследование с похожим дизайном, включались в основном резектабельные или пограничные резектабельные карциномы. Исследование ПРЕОПАНК-1, как признался докладчик этого исследования, убедили настолько, что группа контроля, представленная началом лечения с хирургического этапа, даже не было запланированного исследования ПРЕОПАНК-2. То есть, по сути, сравнивались две стратегии. Фолферинокс, 8 курсов, потом хирургия, или химио-лучевая терапия с гемоцитабином, потом хирургия. Результаты по общей выживаемости одинаковые. Результаты по безрецидивной выживаемости нам неизвестны. Авторы этого исследования похвастались тем, что у них хотя бы 4 курса фолферинокса неодевантного. 81% пациентов получил, а не 52%, как у скандинавов. Мол, в Нидерландах лечат лучше. Но результаты всё равно весьма-весьма необычные, потому что, я думаю, что в правом верхнем углу слайда видно голосование, которое было до результатов этого исследования. И больше всего проголосовало, что фолферинокс выиграет. Химио-лучевая терапия проиграет. А тут вот такие результаты. Немножечко необычно, что в группе хирургии не было, в группе после хирургии не было никакого одеванта в экспериментальной группе. Хотя, посмотрите, те, которые получали фолферинокс, у них N2 статус после операции 20%. А им не назначался в одеванте никакого дополнительного лечения. Странно, мы на самом деле им проводим полгода переоперационной химиотерапии. И если 8 курсов фолферинокса было вне одеванта, то логично бы еще бы в месяц 2-4 полечить их после операции. В группе с химио-лучевой как раз одеванта был. Ну, вот в рамках обсуждения как раз и возникает вопрос, почему пациентам с R1-резекцией и N2 статусом, которых было огромное количество в группе фолферинокс, ничего в одеванте не было проведено. Хотя, в общем-то, в реальной клинической практике вряд ли мы бы их оставили под наблюдением. Почему не собираются данные без рецидивной выживаемости, не очень понятно, автор не ответил в дискуссии. Ну и результаты существенно лучше, чем исследование Preopank 1. В исследовании Preopank 2 существенно лучше данные по продолжительности жизни были получены, чем исследование Preopank 1 в соответствующем исследовании, выполненном не так уж и давно. Возможно, что всё-таки неодевант имеет роль, коль скоро такие результаты были получены. Ну и кроме того, проведённые исследования из химио-лучевой терапии, которых было три рандомизированных исследования, они показали, что комбинированная химиотерапия существенно более эффективна, чем химио-лучевая терапия при пограничном резиктабельном процессе. А консолидирующая химио-лучевая терапия после нескольких курсов химиотерапии не увеличивает отдаленный результат лечения и не увеличивает шанс на перевод резиктабельного статуса при нерезиктабельном процессе. Мы, в общем-то, из клинреков-то выкинули неодевантную лучевую терапию на основании трёх рандомизированных исследований. Тут приходят вот такие данные. И у некоторых экспертов зародилась мысль, что, может быть, всё это связано с тем, что при резиктабельном раке всё равно, что проводить, всё равно не поможет. Надо их сначала оперировать. Вот такая мысль. Есть. И пока что это мысль без ответа. Последнее – это химиотерапия первой линии рака поджелудочной железы. Все рекомендации, какие бы вы ни читали, говорят о том, что фолферинокс равен к гемцитабинам и абраксанам по эффективности был с ВОГ-исследованием с неодевантной терапией, модифицированным фолфериноксом и абраксаном. Результаты одинаковы. Японское исследование 14.07 при местном распространённом раке рандомизировано с результаты одинаковые мфолферинокс и гемцитабин с абраксаном. Мы многочисленные ретроспективные анализы, мы в онкоцентре тоже проводили подводный анализ, многочисленные ретроспективные анализы показали то же самое при миностатическом опухолевом процессе. И тут исследование Наполе-3, где иринотыкан был заменён на липосомальный иринотыкан, получился режим под названием Null-Iri-Fox, и он продемонстрировал лучшие результаты, чем гемцитабин с напоклитоксилом и по выживаемости без прогрессирования, и по общей выживаемости. И когда стали разбирать результаты этого исследования, оказалось, что не очень-то сильно мы продвинулись с лечением статического рака поджелудочной железы за 10 лет. Гемцитабин с абраксаном 10 лет назад давал нам те же самые результаты, которые мы получили сейчас. Начат в регистрационном исследовании 2013 года медиана выживаемости 8,7 в месяц, а 10 лет спустя она всего лишь на полмесяца больше. Null-Iri-Fox в 2023 году дал абсолютно такие же результаты, как и Folferenox в регистрационном исследовании 2011 года. Решили, что с учётом ещё тех данных, которые мы знаем по липосомальным форумам, как исследовался липосомальный доксорубицин, насколько он замечательно эффективен по сравнению с обычным доксорубицином в кавычках. И, в общем, сделали выводы, что Folferenox может быть предпочтительным режимом лечения. И тут раз на ЭСМО представляют результаты японского исследования для метастатического рака, который говорит о том, что нет, ребята, общая выживаемость на абраксан с гемцитабином выше, чем в группе модифицированного, правда, Folferenox, не в полных дозах. Выживаемость без прогрессирования не различалась. Там был третий рукав, такой S-Irex. Ну, это, в общем, будем считать, что азиатский вариант исполнения режима Folferenox нас не очень интересует. Итого, в рамках обсуждения можно сказать, что модифицированный Folferenox совершенно точно равен по эффективности гемцитабина с напокридокселом. Nullary Fox эффективнее, чем гемцитабин с напокридокселом, но липосомального ремотокана у нас нет. А вот Folferenox в стандартных дозах по сравнению с гемцитабином А и абраксаном не очень-то понятно, будет ли более эффективен или не будет более эффективен. Но то, что не будет менее эффективен, это уже точно понятно. Спасибо за внимание.